В продолжении беседы про Владимира Путина и Барака Обамы, который оказался на втором месте, мы еще с Марией особенно детально об этом говорим, например, о том, как все-таки в Нью-Йорке, в Вашингтоне и в других городах Соединенных Штатов отреагировали на это падение. А пока, насколько я понимаю, мы можем подключиться к нашей московской студии. Да, здравствуйте, на связи у нас Леонид Владимирович Поляков, политолог, заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики. Добрый вечер, Москва. Ну что ж, добрый вечер, хотя у вас, по-моему, еще утро, еще не полдень, да? Совершенно верно, у нас еще утро. Леонид Владимирович, вот у нас тема, как вы поняли, первые среди главных, и Владимир Владимирович Путин оказался первым в рейтинге Форбс. Вот, все-таки, как вы оцениваете успех президента России? Ну, я хотел бы напомнить, что признание Путина первым в мире по степени влияния среди политиков, это, так сказать, не впервые в этом году происходит. Я думаю, что в Соединенных Штатах должны помнить, что в начале этого года довольно известный американский политолог Иэн Бреннер опубликовал свой частный рейтинг, ну, условно частный, его компании, да, в котором не было никого на первом месте, Владимир Путин был на втором. Это особая концепция такая, в которой предусмотрено, что нет такого ярко выраженного лидера, но среди всех остальных лидеров Путин оказывается первым. Поэтому для меня рейтинг Форбса просто сейчас воспринимается как некое подтверждение очевидного факта. На самом деле, действительно, среди мировых лидеров Путин занимает самую устойчивую позицию. Если рассматривать его третий срок президентский, если рассматривать в целом его политическую карьеру, начиная с конца 99-го года, когда он начал исполнять обязанности президента Российской Федерации. Это история успеха, беспрецедентная история успеха. Я напомню, что 13 лет назад Путин получил разрушенную страну, недееспособное государство и обнищавшее население. Сегодня перед Россией стоят совершенно другие задачи. Он сумел вывести страну на принципиальные иные рубежи. И сегодня страна решает уже другую проблему. Как включаться в гонку за лидерство, как бороться за лидирующие места в глобальном мире 21 века. И позиции у него достаточно крепкие. Вот вы сравнивали его с Обамой, вернее, анализировали второй срок Обамы. Действительно, в сравнении с президентом США у Путина масса преимуществ. Возьмем внутренний политический расклад. Обама вынужден встречать сопротивление своей оппозиции республиканской в Палате представителей, которая тормозит постоянно его инициативы, которая заставляет его идти на разные компромиссы. Ничего подобного в России нет. Российская оппозиция, что называется, знает свое место. Она не имеет большинства в Нижней Палате парламента. Она, конечно, подает голос, но она не в состоянии заблокировать инициативу Владимира Путина. Но я никак не могу не прервать вас, Леонид Владимирович. Вот вы говорите, что оппозиция знает свое место. Да, пожалуйста. Но ведь это же ужасно с точки зрения демократической или журналистской, если хотите, логики. Ведь Владимир Путин, в принципе, построил свою вот эту вот блистательную карьеру и строит Россию, такую, как он ее видит, как мы уже говорили в начале, как раз благодаря вот этому закручиванию гаек. Для многих экспертов, правозащитников, аналитиков это все-таки не метод. Считаете ли вы, что подобного рода подход к власти и подобного рода использование административного ресурса, который позволяет Владимиру Путину оказаться там, где он сейчас есть, что это допустимо в современном мире в 21 веке? Не стоит ли все-таки задуматься о том, что история запишет его несколько, может быть, иным, чем сейчас думают россияне? Ну, во-первых, это будет зависеть от того, кто будет писать историю. Во-вторых, то, о чем вы говорите, подразумевает, так сказать, что Путин – это авторитарный лидер. А в-третьих, когда я сказал, что оппозиция знает свое место, я имел в виду следующее. Политический расклад в России – это результат действительно народного волеизъявления. Когда говорят об административном ресурсе, то это достаточно большое преувеличение. Это все равно, что предположить, что 13 лет Путин находится у власти только потому, что он каким-то образом умело манипулирует электоральными результатами. Ни один серьезный ученый, политолог, который исследует политический процесс в России, этого никогда не скажет. Наоборот, все говорят, все эксперты утверждают в один голос, что при любых манипуляциях Путин всегда будет побеждать, потому что у него просто нет конкурентов. А почему? В этом смысле оппозиция знает свое место. Почему? Потому что именно Путин сделал невозможное. Это самое невероятное русское чудо, о котором историки будут говорить. В конце 1999 года Россия была, казалось бы, обречена на распад. Она была территориально неполноценна. Все помнят про анклав независимой так называемой Ичкирии. В конце 1999 года мы имели недееспособное государство, напрочь коррумпированное, прокупленное целыми этажами и министерствами. И в конце 1999 года мы имели 80% населения, жившего ниже черты бедности. Леонид Владимирович, я хотела бы уточнить... За 13 лет страна преобразилась... Да. У меня вопрос. Вот еще через 13 лет, я так понимаю, что у нас других шансов нет. Вот через 13 лет Владимир Владимирович передаст свою страну в чьи-то еще руки, и она будет вот такой же прекрасной, или она будет такой, как была в 1999 году? Как вам кажется, какой ваш прогноз вообще? Что будет со страной через 13 лет Путина? Ну, во-первых, через 13 лет, да. Ближайшие президентские выборы в 2018 году, а следующие в 2024. То есть, в принципе, по конституции действующий Путин будет иметь еще возможность избираться, и второй раз, значит, вот в 2018 году. То есть, через 11 лет, в принципе, можно помечтать о том, подумать, что за страна будет у нас. Но я не хочу мечтать, я понимаю, что сейчас совершенно другой мир и задачи, повышающиеся сложности. Самое главное, я хочу сказать вот что. Не Путин будет передавать кому-то власть, а мы, россияне, будем сами решать, кого нам избрать. Если появится конкурент у Путина, человек, который вызовет больше доверия, который предложит более убедительную стратегию, и который сможет выложить дополнительные козыри на стол, что называется, который будет побивать козыри Путина, я не сомневаюсь, что россияне выберут его. Но пока, в ближайшей перспективе, в ближайших выборах 2018 года, такого конкурента не просматривается. Вы знаете, вы сейчас говорили, Леонид Владимирович, о путинском чуде. То есть, этот Путин привел Россию в состояние 1999 года в состояние 2013 года. Но давайте вспомним некоторые цифры. То есть, в бюджет России 2000 года была заложена цена барреля нефти, как, по-моему, 18 долларов за баррель. А сейчас она стоит 100 долларов. Может быть, как бы в этом причины путинского чуда, а не в его мудром руководстве? Да, есть такая теория, согласно которой любой правитель на месте Путина за счет кратного роста цены на баррель нефти сделал бы то же самое. Я хочу подчеркнуть одну вещь. Экономика и социальная сфера напрямую зависят от политики. И то, что делал Путин, обусловливалось не только тем, что нефть подорожала, но и просто стратегии на кардинальные изменения внутренней политики. Это деолигархизация, радикальное отмежевание олигархов от власти. И это усиленная социальная политика. Это решение, прежде всего, социальных вопросов, которые в 90-е годы фактически неизбежно игнорировали. Страна была бедна, как церковная крыса, что называется. Так вот, Путин просто сумел перенаправить ресурсы. Да, Леонид Владимирович, не хочется вас перебивать. Просто хотела добавить, что в рамках замечательной социальной политики Владимир Владимирович недавно повысил зарплату депутатам. Депутатам, да. Мне кажется, это тоже здорово. Это говорит о том, что все хорошо в стране. Значит, есть ресурсы. Депутаты, да, депутаты сами повышают себе зарплату, совершенно верно. Действительно, депутаты ограничены, очень ограничены в возможностях заработка, помимо своего депутатского статуса. Они могут только преподавать, что позволяет себе немногие. И поэтому какой-то определенный достойный уровень жизни не должен быть. А если позволяют вести бизнес, как, например, позволил себе Геннадий Луфов, это, кстати говоря, защита. Понятно, что с ними бывает. А другие такое себе не позволяют. Господа, я только, я понимаю, что нас может распирать просто от собственной гордости за свою страну равно Путин. Но я хочу еще прочитать некоторые комментарии американцев, к тому же рейтингом Форбс. Мы сначала с Леонидом Владимировичем договорим, у нас совсем осталось мало времени. Леонид Владимирович, вы еще на свете. Во-первых, большое вам спасибо. Как вы считаете, последний, очень короткий, можно в двух словах вопрос. Все-таки Россия идет в правильном направлении сейчас, на ваш взгляд. Национальная идея, в чем состоит? Вот Путин равно национальная идея. Должно быть так, да, раз выбирают его там 70% граждан Российской Федерации. В чем национальная идея? Очень коротко. Национальная идея заключается в очень простой формуле. Сильная, независимая, справедливая страна. Сильная, независимая, справедливая страна.